Расскажи про баррикады немножко. Про баррикады? Окей, у нас 29 зрителей. Здравствуйте. Я немножко не причёсан. Меня зовут Илья. Я хочу рассказать что-то про баррикады. На которых ты был какого декабря? Какого декабря? Я был 11 декабря на баррикадах. А 10-го я даже немножко охранял баррикады. Ну, хорошо, что ничего не случилось. Хорошо до Берхота, что ничего не случилось. Потому что у меня очень музыкальные очень крепкие пальцы. Я музыкант. И, к сожалению, ничего 10-го не было на Майдане, где хорошо. А 11-го я особо ничего не делал, только немножечко... Потолкались? Немножечко, да. Но абсолютно мирно. Абсолютно законно. Я не толкал миссионеров. Я толкал людей, которые попросили меня, чтобы я их потолкал. ОК. ОК. ОК про цирк, пожалуйста. ОК про цирк. Теперь я хочу заняться изобличением, или обличением, правильно будет говорить, циркового общества, как пример общества, которое хочет построить президент Украины. Один из президентов Украины. Я работал в оркестре цирка. Действительно, там очень интересно все и в оркестре, и в самом цирке. И вот, когда, когда, например, дирижер оркестра... Я, кстати, не говорю, какого цирка, чтобы не было ощущение, что я хочу заварить какой-то определенный оркестр. Ведь оркестров много, и цирков много. И когда, когда дирижер заходит, серьезно, когда он заходит в... Например, ты едешь с ним в каком-нибудь маршрутке. Ты общаешься, он тебе что-то говорит. Естественно, немножко свысока, но без понтов. И как только он приступал в порог цирка, в сравнении с другим человеком, потому что там начиналось его владение, и он был супер-супер деспотичный, он делает, что хочет. Он там бог, царь, он может... Например, один человек пришел к нему и сказал, «Отпустите меня, пожалуйста, у меня у отца суть. Могу я завтра поехать?» Кривой Волк решить к отцу, потому что у него не суть. А он говорил, например, «Боря, чем ты ему можешь сейчас помочь?» И... и... И вот... Ты ничего не можешь сделать. Тебе кажется, что ты там работаешь навсегда. Ты будешь там... Ты пришел в 20 лет, и ты уйдешь оттуда в 60, на пенсию. Ты не можешь защититься никак. Тебе должен быть полностью рабочий день, только посвящен цирку. Выходные, а вдруг надо репетировать. Ну, короче, никакой свободы. Когда выходит, ты дежурь из... из цирка, да, или кто-то, кто работает там, так как, например, президент. Когда он выходит за пределы своего общества, которое он построил, он становится слабым, незащищенным, он не может связать двух слов, он боится сказать гардеробчице... Он меня вообще слышит? Он боится сказать громко гардеробчице, на него кричат, потому что они не слышат. Шо? Что? Говорили громче. И вот такого плана... Я это уже видел. У меня есть ощущение, что я знаю, что происходит. Интересно? Ну, на самом деле, в таком цирке как быстро надоело тебе? Мне сразу надоело. Ну, вернее как, сначала ты этого не знаешь, когда я молодой, ты не понимаешь, что это. У меня сознание, когда ты пришел там после училища музыкального, тебе кажется, что так должно быть всегда, так другого нет, сравнить тебе не с чем, информации нет, как в других местах. И то, что ты можешь сделать, это просто подчиняться. И чем больше на тебя кричат, чем больше от тебя требует чего-то, тем больше как бы ты привязан к этому. Нет ощущения, что ты хочешь отойти от этого, просить и уйти. Наоборот, у тебя есть какое-то ощущение, что ты, может, не прав, что тебе нужно как-то разобраться, что-то сделать. Может, здесь нет конкретной аналогии, да? В смысле. Но потом все-таки рано и просто приходит пробуждение, когда ты понимаешь, что жизнь все-таки лучше, чем я пытаюсь построить в закрытых сообществах. Окей. Об этом мы поговорили. Мы поговорили, но у меня еще такой вопрос к тебе. Почему ты киевлянин? Вот сколько времени приблизительно, с первого момента, как вышли люди на Майдан, когда ты вышел, сколько времени ты проводишь на Майдане, чтобы здесь было... Мы сейчас греемся. Наконец-то поужинали. Сейчас ночи. Сколько времени ты проводишь воду? Я не был первый день, я пришел 22-го, и первое, как бы, 22-го я пропустил, может быть, до сегодняшнего дня, может быть, дня 4. за 5 недель, 4 дня. Где-то так, я думаю, может быть, где-то так. Но я не прихожу на целый день, я приходил, когда была опасная ситуация, когда был штурм и все дела, до штурма, когда были войска... Нет, я не пришел, я приходил, потому что объявили мобилизацию. Я пришел до штурма. Ты тогда пришел пешком? Или как ты помнишь, ты приехал тогда еще на метро? Моя сестра живет в Ценоке. Я пришел пешком, да, но просто мне тут 2 шага от ее дома. Но я не пришел на... не по интернету, я пришел, потому что объявили мобилизацию, оппозиция на час штурма. Я пришел ровно в час. Когда пришел, когда пришел судебный исполнитель, мы пришли с моим знакомым, с моим родственником, защищать мои даны, скажем так. Потому что, потому что, да, мы пришли, когда пришел судебный исполнитель, как это называется, зачитывать там дела свои. Очень интересным способом она стояла, я не знаю, показывали людей, она подошла со стороны ЦУМа и начала, стояла в окружении милиционеров и тихим голосом, без рупора, читала какие-то римашки, сама себе. Просто не там, где люди, она просто читала. Ну вот. Я немного времени, тогда я провел многое, тогда я был до конца, пока там я мог стоять. И до этого мы стояли ночью тоже. Всю неделю-то я приходил по ночам, но как бы я стараюсь сейчас приходить вечером, потому что днем много, или больше, или вечером меньше. Если могу, ночью. Но сейчас я сейчас, сейчас немножко так, больше сачкую. Ну, потому что казаки приехали из Кмельничины. Да, казаки давно уже здесь. Ну да, но их больше и больше становится, на самом деле, они приезжают сменами. Вот. То есть, люди вахтят тут по полсела. И главное, чтобы была организована там доставка топлива для генераторов, еды, и народ будет стоять, на самом деле. Не знаю, мне кажется, что как по себе, по моим силам, я могу тут стоять насколько надо. Я же не стою здесь, я прихожу сюда сколько-то. Приходить сюда я могу. Я думаю, последним человеком, наверное, буду. Потому что только, если мы будем стоять, есть смысл. Правильно? Да. Ничего же хорошего само не случится, если мы идем сегодня или через полгода. Пока мы стоим, есть, существует центр сопротивления, есть какой-то правовой, как говорят люди в интернете, что это самое безопасное место на Майдане. В принципе, потому что вот эта вот система какая-то взаимного доверия, самообороны, еще чего-то, она такая достаточно сильная здесь такого братства какого-то воедино. Поэтому надо здесь быть. Я не вижу ничего, никаких изменений. Все там нормально, все регистрируется. еще раз повтори, кто ты такой, потому что у тебя уже 53 зрителя, и в чате спросили, привет, а кто этот человек? Меня зовут Илья, я почти никто, да, я музыкант. уже здесь. Джазовый, латиноамериканский, сальсовый, и я случайно сидел... Киевлянин? Киевлянин. Извините, что я не говорю по-украински, но я не говорю по-украински, но не сейчас. Сейчас я устал, не хочу никого напрягать своим акцентом. Расскажи, пожалуйста, ты очень интересно рассказал, каким образом появился штурм в баррикаде, потому что ты был там. Там было еще много людей. Ну, я понимаю, но твои ощущения. Это был момент для моей жизни самый страшный пока что по-сегонечному. Может быть, просто я очень пугливый. Нет. Несколько я понимаю, что... Мы пришли, мы пришли и собирались с Ваней собирались охранять Майдан каким-то способом, но Ваня как бы немножечко сильнее меня физически. Ну, вот. И потом там были там были поруби, всем руководил, как все знают, прекрасно и очень очень сильно впечатлил у меня и вдохновлял нас всех на спокойствие. Конечно же, это спокойствие пришло, может быть, там чуть-чуть. На следующий день, но... Ну, да. Иначе начали штурмовать Северопейскую площадь, заняли баррикады, сняли их, наверное, нам не было видно сцены. Было видно только шашки дымовые, которые они пускали, а потом... А потом они появились на... после сцены и мы их... Ну, я... я медицинер не трогал, естественно, что я могу с ними сделать. Я трогал людей, потому что я их немножко сдерживал людей. Ну, было очень ярко, когда люди держались друг за друга и получалась такая немножко случая, но... это было на Институтской, это было позже, это было позже, когда они штурмовали баррикады. На Институтской было очень сильно видно, как они газы использовали. Вот именно там, где осталось. То, чего... Потом... Наутро потом все говорили, что вообще спецследств не использовали. Вообще все было... Типа, мирно и хорошо. Мирно и прекрасно. Но они, во-первых, под сцены били по голове немножко туда-сюда. А там они... Чем они били? Это важно. Они били дубинками. Дубинки бывают двух видов. Да. Но когда тебе светится фонарь в лицо, там у них человек был специальный, не знаю, случайный, случайный, который светил очень ярко в лицо фонаром. И... И... ты ничего не видишь. Ты видишь человек, который находится на расстоянии двух метров от тебя или там, трех, не знаю, сколько ты подошел. И он просто светит в каждом его лицо. Вот так вот. Как будто тебя хотят посмотреть. На самом деле, тебя просто блокируют все. Ты не видишь. Потом... Ничего. Ну, там, плохо видишь. Они били... Да, я знаю, что есть две... Два вида дубинок. И... 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 Ленка разбили голову. Это я знаю. что он появился на сцене. С сбитой головой. Ну вот. А газом они очень сильно... Очень сильно. Мы лично пользовались на институтской. Такие... Облака стояли. Периодически. Так что, не было видно ничего. Я подошел после последней атаки именно газовую. Какой газ был? Суверенточивый или никакой? Я думаю, да. Потому что людей выносили много. Ну, тут же... Это же так давно было уже. Все, все знаю. Все это зафиксировано. Так что, ничего нового не скажу. Ну, людей много выносили. Они в основном были... Не очень хорошие состояния. Потому что им... Там кто-то рассказывал, что просто те, кто стоял впереди в масках, они просто глаза в упор распыляли газ. И выносили. Я помню мужика, которого вынесли. У него не было никаких следов насилия. Ничего такого. Типа, крови не было. Но он просто не мог ходить. Потому что, видимо, он только надышался этого газа. Кто-то из самообороны его вынесли. сверху передали по рядам. И положили где-то там рядом. Мерики там с ним еще общались. То есть, внутри лагеря. Это было на институтской. Ну да. Его потом переместили внутрь лагеря. Наверное. Не знаю. Он лежал на бордюре. Они пытались там... Перевести в чувствах. Он был в чувствах, но просто вообще не мог двигаться как-то. Ходить. И после последней атаки, даже когда я подошел туда и начал немножечко участвовать. Газа уже не было. Его не было видно. Но на утро я проснулся и еще целый день оказалось, что я наглотался газа. В общем, там просто воздух был, наверное, столько же, сколько газа. На самом деле много, не правда говоря, особенно просто средства, когда они используют запрещенные пластиковые бубинки вместо резиновых, которые разрушены. И получается, что те травмы, которые люди получают, на эти разрубленные головы дубинками, на самом деле по причине, именно наш Беркотт использовал запрещенные вообще... То есть, эти спецсредства запрещены для... Самоборона говорила, что у них есть какой-то там какая-то дубинка со стержнем. Это... Это мало того, что это пластик, возможно, со стержнем, так еще и это не просто... Ну, то есть, разгоняют резиновой дубинкой, которая более мягкая. Ну, да, дубинка ставляет синяк, типа, она сгибается... А это разрубает головы, проламывает их, то есть, это совсем другое оружие уже. Угу. Угу. Что у тебя еще... Ну, как бы, самый страшный день, это, да... Самый страшный, да. Самый страшный, когда... Ну, эти тараканы, конечно, они боятся цвета, и вот они все свои эти темные дела делают в темное время суток. Ну, да. Я знаю, что многие люди, ко мне, которые потвали меня, они, конечно, сказали, что они ничего не чувствовали такого плохого это что означает они ничего не чувствовали плохого и чувствуешь все будет хорошо потому что женщины возле сцены день я не знаю у меня было ощущение что будет тоже что было 30 только наш большем масштабе что они решили перейти какую-то такую грань именно такую человеческую которую которую мы не готовы даже психологически и исторически то что мы такие фантазии конечно что что не случилось какие были ощущения но все когда-то бывает первый раз поэтому когда зазвонили колокола было немножечко жутковато потому что ну как бы я сидела в эти дни просто очень ярко валили сайты на бачине очень ярко то есть когда ты сидишь и понимаешь что ты не то есть происходит событие которые вещаешь его а то место куда ты вещаешь она исчезает просто из пространства ничего не может сделать и мы просто специально еще наняли хакера который работал на защиту который просто сидел и по ночам не хочу сказать говорить сколько это стоит который работал на защиту ну вот и после этого события мы переделали сайты клаванскими это стало выглядеть по-другому но это у нас не перестали досить особенно не когда почему-то эти нас досят когда происходят какие-то публикации конкретные или когда происходит какие-то движухи и события то есть только мы сто процентов обещаем вот то есть четко понятно что в этот момент это сила не хочет быть прозрачной вот не хочет она и и нас назвали поэтому в этот момент мы все не спали вся команда не спала и четыре человека были с камерами человек десять сидела и мониторила весь все пространство что происходит для того чтобы выцепить все сообщения еще три человека старалась сформировать какие-то новые сообщения раз полчаса хотя бы чтобы это поместить хотя бы на фейсбуке чтобы эти информации разошлась и еще несколько человек сидели пытались возобновить сайт после того как мы потеряли надежду что сайт будет возобновлен мы просто начали раскидывать по интернету прямые ссылки на все наши камеры вообще за ваших усилий совершенно перебивая в том числе и за из-за из-за благодаря вам это все как бы разрешилось хорошо они испугались потому что из-за того что ну как бы я я честно скажу я сидела и просто бомбила свои контакты в международных сферах таких немножко есть прямыми ссылками на юстрим вот потом в три или в четыре часа ночи появилась заява посла что я просто отправила в письме стали со сцены из-за 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 и и пошли заявы и они откатились а вот то есть на самом деле это ночь мы спали а я не спала все самое меньше в месяц интересно так что такая деталь что даже после заяв посла и кэтрин эштон которая смотрела это все продолжала смотреть в три часа в четыре она заявила после того как это все в прайм-тайме все прошло в америке в живом время в живом времени они продолжали что они продолжали что-то в спилке я пошел уже домой потому что мне казалось я думал я просто я не был экрана я не знал что там еще что происходит нам казалось что они просто остановились и будет стоять я пошел спать где-то в 6 лег в 7 я не мог поверить когда я проснулся в 9 утра что я прочитал я думаю первую ночь когда прочитал что супер майдан быстро начал начался что это просто было невероятно насколько это было очевидно провальная операция на всех сторон это было понятно там когда люди начали подходить с европейской площади будут поток людей который стал маленькие маленькими маленькими с таким как муравьи текли к майдану потом когда через час уже майдан заполнил как там 20 тысяч было сначала поможет две тысячи или там 5 может совсем а потом то было мод людей и когда уже пришли эти люди когда было много людей когда отмели время отступил беркут с институтской казалось что все а я что дальше победа какое-то такое ощущение победы я не все равно штурмовали кем-то там горской милиционер вот это вот загадочная загадка президентской души глубокой что это значит что и как это можно расценивать зачем я думаю что никто не ответит на этот вопрос пока никто не может когда-нибудь он нам расскажет в общем что я думаю такие как ты и как я и как ты очень ярким на самом деле представитель тех киевлян которые есть те люди которые сознательные граждане которые не все равно нам пытаются там с российских телеканалов показать лицо протеста как непонятно там как выглядящие там каких-то бомжей находят российские телеканалы или специально приводят за собой как они кстати 30 числа вот еще один момент такой за опыт с первыми бачами и не хочу переводить на тебя потому что я ужасно выгляжу после рабочих суток а я просто ужасно выгляжу вот но еще один момент который мы поймали это то что российский один из российских телеканалов которые ну у них было написано мир на или это был нтв мир или кто это был я не знаю но они пришли вместе с какими-то бомжами извините вот вот туда вот стеллу они их рассадили дали им бутылку с водкой они кто телеканал телеканал и они снимали это все и они делали просто постановку и потом это все было в эфирах то есть это все делалось вот таким вот образом очень топором вот ну то есть лицо протеста в Киеве на самом деле совершенно другое вот вот еще одно милое лицо а а а вопрос всем почему в США и группа не вела санкции санкции на самом деле появляются после того как есть какие-то действия в судебном процессе вот как дело Магнитского это уже дело Магнитского это уже судебный процесс это уже доказанные факты коррупции или участие в противоправных действиях конкретных чиновников а у нас нету дела у нас нету прецедента в юридическом поле которое бы дало право странам ввести к подобной санкции как только там против Януковича или кого-то из его окружения или тех людей которых мы называем там как власти будут такие процессы если они будут то есть украинцы их санкционируют эти процессы тогда только возможны санкции на самом деле в юридическом поле они не могут иначе сейчас поступить я еще думаю я еще думаю что просто они же борются за демократию как-то им нужно демокритический лагерь расширять это не нужно закрывать нас если они сделают санкции нам будет гораздо из нашего участия санкции невозможно но я имею ввиду про всякие политические решения скажем даже если бы было наше участие все таки важнее оставаться оставаться открытым в Европе и Америке даже с той власти которая есть возможно хоть это странно но как-то изменить их лучше и мирным способом не знаю как это сделать не важно это уже другой вопрос чем отрезать Януковича спровоцировать какой-то его еще больший вывод из сближения с Россией мне кажется санкции они как раз они как раз бы были немножечко плохой идеей ну они бы показали что тот мир как бы оказывается с другой стороны оказывается специально оказывается мне кажется с Беларусью это уже просто фактом был когда Лукашенко уже сделал все переступил все грани все грани и сделал Магнитский ну там понятно тоже было в России все таки она ее не надо я не думаю что там это превращает превращает какая-то задача чтобы Россия была в ЕС или в НАТО правильно но Украина все таки интереснее как даже не то что ну понятно все это знают правильно понимаешь демократия чем больше ее в мире тем лучше и все таки на нас еще наверное надеюсь убирать сбываться официально с властями это же большая политика да это же макро политика это же не просто там они на нас обиделись и пойдут санкции сейчас все отрежут ну так как был такой анекдот как был еще такой старый анекдот как изменить ситуацию два пути реалистически это если прилетят инопланетяне и как то изменит и фантастически это если мы сами чем это добьемся я хочу сказать я хочу сказать что поскольку у нас поскольку у нас такой вот еще одно лицо протеста вот абсолютно интеллигентное лицо протеста девушка которая работает на кухне волонтером скажи что нибудь а потом расскажу свой стон окей ну я могу рассказать что мы с компанией просто вот друзей знакомых собрались и и